Хороший обещанный рецепт из хурмы. Вот вы видите у меня хурма такая вот желтого цвета, полусухое. И хурма, вот что я вам говорила, шоколадная. Видите, кожица снялась. Так, сейчас я ставлю эту хурму в сотейник. Заливаю водой так, чтобы хурма была полностью покрыта. Вот так раз. И ставлю на огонь. Я должна сейчас закипятить. Если у вас хурма не сладкая, вы можете добавить немножко сюда сахара. В общей сложности где-то граммов 200-250 сахара пойдет. Ну, так, я добавлю сюда раз, два, три чайные ложки. Три хурмы, три чайные ложки. Так, и ставлю на огонь. Закипеть должна наша сотейник с хурмой. Пока у нас там она варится, я возьму... Я вам говорила, что с предыдущего рецепта я не мыла погружной и не мыла стакан со сливок. Видите, он не страшно. Я сейчас возьму два яйца. Так, нам нужно будет еще сок с лимонной, цедра лимона для вкуса. Так, беру два яйца и разбиваю их прямо в эту чашу. Это не страшно. У нас не бисквит, так что готовим. Сахара, я уже сказала, нам нужно где-то 200 граммов. То есть 50 граммов или 70 у нас пошло туда. 200 добавим к яйцам. Самое главное, вы должны попробовать хурму. Если хурма сладкая, то значит меньше сахара. И взбиваю. Вот такая масса. Не надо никаких пиков, просто сахар растворился и все хорошо. Так, что у нас там с хурмой не закипело? Еще нет, потому что нам нужно только ее проварить, чтобы снять. Кожицу. Так, дальше. Сюда сейчас добавлю цедру из одного лимона. Даже можно с половинки. Цедру, цедру тру. Сюда. С половинки, потому что мы будем использовать сок из половины лимона. В зависимости, если сметана кислая, то меньше сока. Так, достаточно. Так, лимон покатали. И... Ой, как пахнет лимончик. И выдавливаем сок. С половиной лимона. Так, отлично. Дальше. Я просто смотрю, чтобы не прозевать хурму. Добавляем сметанки. Да, наверное, всю. Тут у меня где-то 150 миллилитров осталось. Вот так. Всю. И добавлю творог, который у меня здесь остался. Тоже где-то его граммов 200. Так. И перебиваю. На маленькой скорости, потому что он спакивает. Маленькие кусочки творога пусть остаются. Я специально не перетирала, пусть будут. Мне так больше нравится. Так. И сюда сейчас добавлю муку. Муки 2 столовые ложки. И все это перебиваем еще раз. Чуть-чуть можно соли для контраста. Маленькую щепоточку. И перебиваем последний раз. Муку вот так вот сначала, чтобы она не летела. Вот так. Так, все, достаточно его ялдачить. Сейчас пробуем на соль, как у нас тут. Так, что это у нас тут упало? Я боюсь, что эта форма будет маловатая вот эта. Хотела выложить туда хурму и сверху залить этим. Но я боюсь, что она будет маловатая. Придется, наверное, с под хлебушки делать. Так, пробуем, какой на вкус. На вкус то, что доктор приписал. Сладость как раз нормальная. Отлично. Так. Что у нас там с хурмой? Никак не закипит. Ждем, ждем с хурму. Так, хурма закипела. Варить ее не нужно. В холодную воду мы ее не опускаем. Вот ее на блюдо. Раз, видите, как она пооткрывалась. Особенно коричневая. Можно, честно говоря, и с шкуркой. Но это на любителя. Мы же делаем нежный десерт. Видите, как она снимает. Пусть немножко остынет. Можно в холодную воду. Сейчас мы это сделаем. Чтобы быстрее это все было. Контрастные души. Ну, давай. Опа. Опа. И опа. Поплавай тут чуть-чуть в контрастном душе. Вот так. Легче просто раздевать. Быстрее дело будет идти. А вы же знаете, что я вечно спешу. Вечно. Мне нужно быстро сделать и попробовать. Так, сейчас очищаю хурму в водичке. Где хуже, где лучше очищается. Ну, очищается. Как помидорка. Ножичек возьмем сейчас. Я вам скажу, что я не бросала в холодную воду. То у меня лучше раздевалась. А вот с холодной водой как-то не очень. Вырезаем плодоножку эту. Так. И если не снимается, просто почищаем так. Ничего страшного нет. Сейчас я ближе сюда. Если не чистится. Потому что она тут вроде бы спелая. А тут немножко такая недозрелая. Ну, шкурочку срезаем. Тут ничего сложного нет. Тоненько. Не переживайте. Ой, она стоит так дорого. Вы срезаете. Тут чуть-чуть. Это чтобы не мучиться, не тянуть вот это все. Где снимается, снимайте. Где не снимается, подрежьте. Видите, какая-то коричневая прямо. Вот так. Следующее. А это даже не лопнуло. Видите? Зеленая, видно, такая, что вообще не хочет чиститься. Видите? Плохо очищается. Ну, ничего. Так, чтобы вас не задерживать, я очищаю хурму. Снимаю кожицу. Потому что здесь много тахина сильно, который дает нам вязкость. Поэтому мы должны почистить. Что тут здесь спело. Видите, она хорошо почистилась. А где нет, я резала ножичком. Но я вам скажу одно, что если у вас зеленая хурма, то вы ее закипятите, накройте крышкой, пусть минут 10 постоит под крышкой. А потом будете очищать. Она хорошо очистится. Это просто я так побыстрее делаю. Так, мы удалили плодоножки. И сейчас, можно так вот целиком прямо, можно так напополам перерезать. Смотрим. Здесь нету косточек. Видите, какая красота. Значит, мы прямо будем выкладывать форму. Сейчас форму я смажу сливочным маслом чуть-чуть. Хотела керамических, но у меня не получается. У меня не поместится. Поэтому я беру вот эту форму, кирпичик. Так, сейчас смажу сливочным маслом. Вот так я ее. Видите, ничего не заготовлено. Просто вот как процесс на кухне идет, вот я так и показываю. Поэтому кому долго, извините. Смотрите быстрые каналы. Я вот как оно делает, хозяйка, вот как вы будете делать. Так вот я вам и показываю. Взяла масло в холодильник и вот смазываю. Все, смазала. И теперь ставлю в хурму эту. Так, следующую разрезаем. О, здесь у нас уже есть косточки. Вот они, смотрите. Видите, это та коричнево-шоколадная, что я вам говорила. Значит, мы должны сейчас удалить косточки. Вот они. Кто-то говорил, что в хурме нету косточек. Ага, а вот это что? Так, этой половине нету, потому что же мы... Так, и тут тоже будут косточки, потому что это тоже хурма шоколадная. Спелая-спелая. Видите, прям аж ломается под ножом. Так, здесь нету. Вот здесь выковыриваем косточки. Вот эти косточки в детстве у нас кругом. А потом мои дети. Кругом во всех горшках у нас росла хурма. Везде. Потому что лень же пойти мусорку выбросить. Все тут. Так, все нету. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одна где-то осталась, а косточка. Ну ладно. У меня все взрослые, не страшно, не подавятся. Так, вот так вот я выложила. Давайте немножко поменяем. А то как-то цветовая гамма. Оно правда не видно будет. Но все равно вот так. О! Вот так красивенько, да? Все. И сейчас заливаю этой массой нашей творожно-сметанной, яично-мучной. И такая у нас получится запеканка с хурмой. Все. Отправляя в духовку 180 градусов, мы отправляем где-то минут на 20. Будем смотреть. Все. Пожалуйста, запекайся на обдув. Ну, а мы наводим порядок. Так, ну что, мои хорошие, давайте. Уже остыло. Сейчас посмотрим, что же у нас получилось. Так, а где же моя лопатка, наверное, в доме, да? Нехорошо. Не знаю, как вытащу отсюда. Это форма не очень еще и спробовала. Так, нам что, ее высыпать надо на... А я сейчас возьму эту дырку. Ой, господи, палочка эта падает. Пленкой, конечно, можно затянуть, но ладно. Сейчас попытаюсь, перевернется она у нас или нет. И, ах ты, раскудрит твою налево. Смотрите, что я сделала. Надо было с формы все-таки резать. Раскудрит твою налево. Вот тебе и десерт. Видите, такой может быть. Когда форма еще не выработана, немножко пристала, надо было пергамент застелить. А-ха-ха-ха-ха. Ну, ничего. Бывает и такое, как говорится. Бывает, что пьяный спевает. Так и у меня. Ну, ничего. Сейчас вот так вот разделю. И сам десерт. Вот он. Вот наша хорума. Ну, что, теперь нужно обратно закладывать. Тут играем, тут не играем. Надо было не трогать. Смотрите, какая это запеканка. Ммм. Запеканка вкусная. Ммм. Так. Как тебя обратно сюда всунуть? Ну, это вообще. Так. Хоп. Все, красиво. Как будто бы ничего не было. Так, пожалуйста. Смотрите. Все шикарно. Никакого обмана. Все пусты стоит так. Ничего страшного. Ммм. Доброе. Доброе, доброе, доброе. Но не делайте так, чтобы у вас не получилось, а как у меня вот получилось. А бог знает что. Ну, сейчас попробуем. Вот у нас сама. Сама хурма. Сейчас я возьму немножечек. Обидно, конечно. Что все осталось, все вот это вот суфле, которое накрыло, оно осталось вот у нас, видите. Угу. Вот так-то вот. Я не буду ничем украшать. Сейчас вот разрежу. Ой, да шо-то так я сегодня. Вот смотрите, как на разрезе смотрится. Но, если бы я выкарать уже была полностью вот такой суфле, как здесь, запеканка, говорю, не была бы здесь. Но, не суждено, как говорится. Ну, ничего страшного. Сейчас попробуем, какое же оно на вкус. Так, пробуем. Надо, конечно, вместе с этим суфле брать. Ммм. Вот эта одна, которая плохо чистилась, она зеленая была, она теплая. Ну, на вкус вкусно. Такое впечатление, что кушаю, знаешь, сырник из хурмой. Ну, нужно отсюда еще выковоривать запеканку. Не страшно. Все это ерунда. Главное, чтобы было вкусно. А то, что поломалось, можно не святи горшки леплять. Я знаю, будет критика, но я не собираюсь ничего вырезать. Не собираюсь показывать вам просто в красивом виде. Вот как у меня получилось, оно здесь склеится. Вот так оно и будет. Так я вам и покажу. Ну, все. А, вкусненько. Все равно очень вкусненько. Обидно, конечно. Обидно, досадно, что такой красивый верх золотой. Все. И поломалось. Ну, ничего. Ничего. Надо плакать, плакать, плакать. Да? Ну, да. Поломалась у меня запеканка творожно-хурмовая. Ну и что? Ну и что? Ну, произошло, да. Поэтому я вас прозываю. Не получилось, не надо плакать. Это не на выставку. Скушайте. Следующее получится хорошо. Просто форма очень неподходящая. Нужно было... Я просто второй раз в ней делаю. Она еще не выжаренная. Она еще очень новая. Ну, не страшно. Приготовьте такую запеканку, если у вас будет время. Быстро. Никакой головной боли нету. И если хурма у вас зеленоватая, то подержите под крышкой, когда закипело, выключите. Подержите минут 10-15. И все будет у вас прекрасно. Все, мои хорошие. Готовьте. И я уверена, после меня, что у меня вот такая вот неудача, у вас получится все с первого раза. Пока. Подписывайтесь и смотрите. Не расстраивайтесь.